Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу, гражданской войны в России удалось избежать. В субботу все думали только об одном. Ну, хотя почему только об одном? Когда все это началось, когда начался вот этот марш на Москву, когда появились только вот еще первые сообщения о том, что были сбиты вертолеты, ну, то есть погибли первые люди, я, ну, честно говоря, так внутри передернулся и подумал, ну, что ж, началось. Я, собственно, даже всегда говорил, что война может прийти на любую территорию, вот просто на раз, да, то есть прям военные действия. И более того, собственно говоря, на территории России уже и были военные действия, вспомним Чечню и так далее. Что уж тут, и танки в Москве мы тоже помним, и стрельбу по Белому дому помним. Ну, я подумал, ну, что ж, ну, вот, значит, опять будет стрельба, опять будет кровь, опять будут жертвы. Ну, что здесь делаешь? Ну, так устроен этот мир. И я, честно говоря, продолжил публикацию про конкурс Чайковского, не смог, правда, не пошутить, что у нас тут вот настоящие музыканты, потому что я всегда считаю, ну, арт-терапия в этом случае, ну, как, как, вы знаете, в блокадном Ленинграде играют симфонию Шостаковича, премьера симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Значит, город окружен врагами, ну, мы не сдаемся, и мы ходим слушать симфонию. Ну, по-моему, какая-то такая хорошая практика, на мой взгляд. Ну, тут где-то уже во второй половине дня после обеда звонит мне отец Георгий наш и говорит, Владыка, ну, типа, как-то шутить, мне кажется, недостаточно, и, ну, вроде как, неправильно только лишь пошутить, потому что дело-то серьезное, то есть ты представь, в какую мы можем бездну просто погрузиться, вот, какая кровь может пролиться. Ты же целый митрополит, ты не можешь не высказаться, но тебе нужно это сделать. И я такой говорю, ну, отче, ну, чего высказываться? Ну, собственно говоря, всегда это все было, мы уповаем на Бога, все в руке Божьей, мы молимся, чтобы Господь сохранил, ну, отец Георгий говорит, ну, ты про это-то, собственно, и напиши. Я такой, ну, а это же вроде как и так понятно. Ну, и я смотрю, особо никто из религиозных деятелей-то и не выступил. Патриарх выступил, значит, потом уже Риховский, потом, по-моему, Горбовенко, лютеране промолчали, там, англикане тем более, католики ничего не сказали. Про другие религии ничего не скажу, по-моему, буддисты высказывались, по-моему, мусульмане высказывались, но я могу ошибаться. Ну, это все я уже потом, что называется, прочитал и посмотрел. Ну, в общем, отец Георгий меня убедил, я сказал, что я подумаю, положил трубку и неожиданно понял, что, ну, он абсолютно прав. Я сел и написал текст, который залайкали, перепостили, написали много аминь на него, хотя, собственно, что я там написал, что мы уповаем на Бога и призываем защиту ангельских сил и их молитвенное ходатайство Богородицы и всех святых. Ну, а потом я подумал, а знаете что, надо еще и онлайн-молебен провести. А что такого? То есть я, конечно, хотел взять икону и поехать бы на реку Аку, но не успел бы, конечно. Нет у меня таких быстрых средств передвижения. Но зато есть интернет. Он даже быстрее в каком-то смысле. И онлайн-молебен о мире и отечестве мы провели. И, в общем, мы закончили молебен. И вот через прям некоторое время мне дочь кричит. Все, войска разворачиваются, Пригоржин уходит. Все, я тут же лезу в новости, смотрю. Ну, и как-то так просто получилось. Мы закончили молебен, и все закончилось. Вот Бог прям ответил. Слава Богу, отвечу. Слава Богу, гражданской войны удалось избежать. Главная заслуга, это же всегда заслуга Божия, конечно же, да. Ну, понятно, что политики тоже там молодцы, кто сумел провести грамотные переговоры. Это все на своем месте. Вы знаете, что я про политику практически никогда не говорю, но тут просто надо было, что называется, успокоить людей, призвать их уповать на Бога, сплотиться вокруг Господа Иисуса Христа, Богородицы, всех святых и небесных воинств в первую очередь. Чтобы не допустить кровопролития, чтобы защитил Господь нашу Родину. Ну, конечно, у меня все время в голове всю субботу рефреном звучало. Я все равно паду на той, на той единственной гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. А если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удастся, какое новое сраженье не покачнуло в шар земной, я все равно паду на той, на той далекой над гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той, на той далекой над гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Так что снова скажу, слава богу, и больше про политику не будем. Продолжим про музыку. Что можно сказать о конкурсе Чайковского? Ну, знаете, вроде как вот не получается что-то сейчас сказать, потому что финал в самом разгаре, не хочется делать каких-то прям уж прогнозов, потому что прогнозы не сбываются, бывает. А иногда сбываются, и тогда ты чувствуешь себя таким провидцем. Итоги конкурса я, наверное, уже подведу через неделю, в следующей нашей серии, потому что уже конкурс закончится. А сейчас вроде как еще рано. Но пианисты в финал все прошли ожидаемые. Обидно, что, похоже, все решили утопить прям Корчагина. Обидно это очень. И, на мой взгляд, прям все тянут Сергея Давыдченко. Он, конечно, гений. Ну, ладно, без но. Но не знаю я. Не нравится он мне. Есть слухи, что один из членов жюри в субботу, во время вот этого марша на Москву Пригожина, просто сбежал, сбежал, как-то, видимо, уехал прямо из России. Ну, из зарубежных, конечно, членов жюри. Есть прям слухи, что на остальных зарубежных членов жюри оказывается просто беспрецедентное сейчас давление, чудовищное давление, переходящее иногда в травлю по поводу того, что они делают сейчас в России на конкурсе Чайковского. Но, вроде как, все стойко это дело переносят, потому что, ну, конкурс действительно хороший, интересный. Хотя, надо вам сказать, что, ну, вот, есть ощущение, что труба пониже и дым пожиже по сравнению с прошлым конкурсом. У Медников, значит, что тромбонистов не пропустили в финал вообще ни одного. Ну, беда, беда, огорчение. А с другой стороны, я сначала подумал, ну, обидно, конечно, что могли бы, там, я не знаю, Северияна Богданова-то и взять. Ну, или Дмитрия Соколика. Кстати, интересно, почему-то, там, утешительный вот этот приз, там, в тысячу баксов, дали Андрею Андресюку. Я не знаю, из трех тромбонистов второго тура мне он показался самым слабым. Я вот иногда жюри просто не понимаю. Там явная иерархия вот Андрей Сюк, Соколик и, значит, Богданов. Ну, хорошо, ладно. Может быть, Алексей Лобиков, как член жюри, не захотел своего ученика как-то, ну, чтобы его не обвинили, типа, вот протекционизм там, потому что Богданов, насколько я понимаю, ученик Алексея Лобикова. Ну, да ладно. Короче, ну, как произошло, так и произошло. С другой стороны, действительно, тромбонисты в этом году слабые, в этом конкурсе, ну, такие. То есть ты уже прям выбираешь там, ну, кто из них хоть чуть-чуть лучше, кто меньше киксует. И, конечно, ну, так вот, положа руку на сердце, все немножко, ну, как бы, паученически пока еще играют. Ну, а из тех, кто в финал прошел, мне кажется, точно дадут премию французу, французскому волторнисту. Наверное, точно прям дадут Алексею Иванову, очень заслуженно, он такой ветеран конкурса Чайковского. Может быть, Абдыкалыкову из Казахстана что-то дадут, он тоже ветеран, он тоже довольно достойно играл и на прошлом конкурсе и так далее. Ну, посмотрим, может быть, Бачевич, не берусь, вот прям, тут какая ситуация, ну, ну, да ладно. В общем, нет, духовики хорошие есть, конечно, какие-то премии они получат, может быть, кстати, первую никому не дадут премию. Вот так тоже может быть. Пока все-таки довольно много технических огрехов есть у всех, ну, и, конечно, такие вот прям подлинно художественные, высокохудожественные выступления, вот у медных духовых, ну, этого было пока маловато, прямо скажем. В общем, впереди финал, финалы, награждения, галоконцерты, и я вам потом все расскажу, а пока, если вы не смотрели, ну, есть люди, которым скучно слушать одно и то же, одни и те же произведения в разных исполнениях, мне не скучно никогда, я могу даже, что называется, на репите слушать концерты Чайкова, Ну, весь репертуар там всех пианистов и тем более медных духовых, это просто всегда такое, знаете, наслаждение. Ну, если вам вдруг это дело скучно, ну, послушайте вот сейчас, сейчас уже лучше из лучших, это все, третий тур, пианисты играют с оркестром, ну, и сейчас и духовики тоже будут. Это просто именинное сердце, это просто пиршество такой музыки, это праздник, это всегда прекрасно. Так что слушайте, слушайте лучших из лучших, бегом, прям в гугле набирайте, конкурс Чайковского 2023, ну, 2023, и все, вам на сайт, и там трансляции, в ВК-трансляции, и в Ютуб, кстати, они все равно ведут трансляцию, ну, в общем, такая вот ситуация. Всем срочно смотреть, когда я это смонтирую, может уже и финалисты все отыграют, ну, в записи посмотрите, в записи посмотрите, записи-то все остаются, там есть архив видео, там такая вкладочка последняя, посмотрите. А между тем, на неделе прошел международный праздник музыкантов-народников, День Балалайки. И на первый взгляд, ну, это хохма какая, День Балалайки, серьезно, что за День Балалайки. Но, знаете, я вам скажу, что Балалайка это культурный феномен, конечно. Праздник официально вроде как и не установлен, но народники 23 июня, знаете, его отмечают. Идея праздника родилась у президента российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского, историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о Балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» 23 июня 1688 года. Ну и в 2008 году, в первый день Балалайки отмечен, тогда сразу два балалайшных юбилея, 320 лет было первому документальному упоминанию, ну и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой познакомился дирижер первого национального народного оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. И вот искусство игры на народных инструментах, каким мы его знаем, пошло оно оттуда. И, соответственно, вот в нашем сегодняшнем 2023 году, 23 июня, первому упоминанию о балалайке 335 лет и 140 лет открытию Василия Андреева. Я помню, конечно, у нас был одноклассник Макс Васильев, он был спортсмен, заводила, любимец девочек, такой альфа-самец, как бы сейчас сказали. И еще он был балалайшник. Он блестяще окончил музыкальную школу, там начал учиться даже при музыкальном училище, то есть очень хорошо играл на балалайке, и я тогда еще подумал, ну ты какой молодец вообще, прям молодец. И помню, что у нас зашел разговор, мы же там английский язык изучали, слушали там разные зарубежные группы на английском, и кто-то спросил, а как балалайка по-английски будет? Как балалайка по-английски? И тут настал мой звездный чаш, и я сказал, балалайка по-английски будет балалайка. Почему? Чего ты так решил? Я говорю, потому что у Битлз есть песня Back in the USSR, и там есть слово балалайка. Let me hear your балалайка ringing out. Come and keep your comrade bump. И я включил там потом, ну принес кассету с магнитофоном, включил. Back in the USSR, и все так, балалайкас. Хм, 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 да. В общем, день балалайки отмечают профессиональные балалайшники, и не только, но и баянисты, естественно, и играющие на добрах, ну, в общем, на всех народных инструментах играющие. Из Европы, из Латинской Америки, из Австралии, из США, из ЮАР, из Украины, Белоруссии, Казахстана, и, конечно, из России. И с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки Самородки в честь этого праздника. 23 июня просто, ну, такое вот, пиршество для народников. Мы народников очень любили, правда, я вам скажу. Ну, я даже у Малахова про это сказал. Чем народник от теоретика отличается, да? Теоретики знают, как играть на инструментах, но не умеют. А народники на инструментах играть умеют. Ну, правда, не всегда знают, как. Ну, конечно, вот персоной праздника и открытием праздника для широкой общественности музыкальной стал Алексей Архиповский. Лучший или Архиповский, кстати. Архиповский или Архиповский. Лучший в мире балалайшник по версии книги рекордов Гиннеса. Алексей Архиповский или Архиповский. Ну, боже мой, какая же это божественная музыка. Что же это за музыкант? Я вам сейчас просто поставлю Золушку в его исполнении. И я не знаю, поднимется ли у меня рука на монтаже обрезать. Там шесть минут. Но я всякий раз, когда ее включаю, я не могу остановиться. Я дослушиваю до конца. Ну, это просто чудо какое-то. Прямо волшебство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 На неделе исполнилось 155 лет пишущей машинке. Она запатентована 23 июня 1868 года. Ее прототипом стал аппарат для последовательной нумерации книжных страниц. Аппарат придумал Кристофер Шоуз. И первая машинка Шоуза, которую он, собственно, и запатентовал 23 июня 1868 года, была размером с письменный стол, печатала только большими буквами. И машинистка не видела главный результат в своей работе, потому что бумага была спрятана внутри. Однако именно там пошла знаменитая раскладка клавиатуры QWERTY. Ну, или Ицукин, как сейчас мы по-русски бы, да, сказали. Фива Олдж. Вот эти вот буковки, конечно, мы все знаем. Ну, кто учился слепым десяти пальцем методом печатать, понимает, о чем я говорю. В общем, на пишущей машинке Шоуза так и было все. Там, правда, не было цифры 1. Ее заменяла буква I, ну, I, да, то есть вот большая, да, ну, 1 и 1, типа, зачем дублировать-то? Ну, и Shift тоже добавили только через 10 лет, чтобы строчные прописные буквы как-то разделять. Но раскладка с тех пор вот осталась такой же самой. По-моему, это гениальная раскладка, отличное изобретение. У Шоуза не было денег на то, чтобы эту новинку запустить в производство. Он продал права Филу Риммингтону. Ну, фамилия уже сама за себя говорит. Это был, кстати, известный конструктор-оружейник. Это мой Риммингтон. Первая пишущая машинка в Нью-Йорке была выпущена очень скоро, в 1873 году. Кроме того, они еще и швейные машинки выпускали. И скоро пишущие машинки стали выпускать на стомнинах от швейных машинок узорчиками, всякими цветочками украшать. Другие компании прям тут же начали усовершенствовать все это дело. Ну, и пишущая машинка приобрела вот, ну, более-менее какой-то вот законченный вид. Дальше она уже тоже модифицировалась. Потом стали и электрические машинки, и электродные машинки, и так далее. Самое главное, что текст удобно читать. Они не мажут, не ставят клякс. И это всем понравилось. Изобретение стало массовым. Писатели, журналисты, вся документация во всех, значит, официальных учреждениях. Интересно, что в СССР исключительно женщины работали на должностях машинисток. И очень редко туда попадали мужчины. Но даже мужчина, если он работал на пишущей машинке, все равно официально назывался машинистка. Вот здесь тут в сети удалось найти это удостоверение. Вадим Владимирович. Машинистка пишущей машинки. А вы говорите феминизм. Ну и, конечно, в последние годы 20 века компьютеры и принтеры стали потихонечку вытеснять пишущие машинки. Однако пишущие машинки, вот, по-моему, официально их перестали даже выпускать недавно. Но считается, что кое-где они до сих пор очень-очень востребованы. И, скорее всего, там уже, да, массово их не выпускают, но штучно их изготавливают. Для чего? Например, для подготовки секретных документов, у которых не должно оставаться ни одной цифровой копии. То есть, на бумаге напечатали все, и оно осталось только в единственном экземпляре, который можно уничтожить, и тогда не останется ничего. То есть, утечку информации такой способ затрудняет. Ну или, кстати, в тюрьмах выпускались машинки с прозрачным корпусом, чтобы там ничего противозаконного не спрятать. Ну, то есть, можно там что-то печатать, как-то писать. Интересно, что пишущая машинка даже используется в музыке, как такой инструмент перкуссии. И есть прям, ну, замечательная пьеса для пишущей машинки с оркестром. Ну, уморительно. Ну, посмотрите, сначала до конца это просто невероятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ Когда я был маленький, мне было 4 года, у нашего соседа была пишущая машинка, он был какой-то интеллигент, что-то писал, может быть, он был, я не знал, они потом уехали, ну, переехали, и я так и не понял, кто он был, возможно, он был писатель, может быть, он был там поэт, может, он журналист был, Ну, в общем, у него был волнистый попугай Гоша, который говорил там, сосисочку хочешь? Как попугаи, волнистые попугайчики говорят, сосисочку хочешь? Как это так? Сосисочку хочешь? И еще он говорил, Коша хороший, вот, и была пишущая машинка у этого соседа, и он мне, 4-летнему мальчику, помню, разрешил как-то раз, может быть, пару раз побаловаться, ну, такие каляки постучать, то есть, тын-тын-тын, мне было интересно как-то. Я нажимаю тут, а там буквы появляются, буквы-то я знал, я умел читать, писать не очень, а читать умел, и я помню, какое это было удовольствие, и я с тех пор как-то мечтал себе машинку заиметь, но как-то не было возможности, но в 1998 году я себе пишущую машинку все-таки купил. Это была советская еще, ну, и российская уже тогда пишущая машинка Любава, вот, я купил ее, потому что от руки писать проповеди я что-то устал, потом у меня отвратительный почерк, врачом надо было становиться, прям я бы, ох, писал рецепты только так. Ну, в общем, случалось так, что я сам свои конспекты не всегда мог разобрать, поэтому я подумал, ну, пишущая машинка дисциплинирует, во-первых, ты там не сокращаешь ничего, а уж как бы допечатываешь до конца, во-вторых, легко потом читать, потом, ну, как бы черновик рукописный легко выкинуть, а тут ты вложил труд, ты будешь это, ну, как бы складировать, вот, и все, и я напрягся и купил пишущую машинку Любавову. У меня как раз родилась Настя у нас с женой, да, и я, чтобы ее не разбудить, в ванной, значит, настукивал тексты проповедей, а компьютер у меня появился только в 2001 году, и машинка сначала долго пылилась, потом мы ее выкинули, сейчас я очень жалею, что мы ее выкинули, потому что пишущую машинку купить в рабочем состоянии, это дорого, ну, как декорацию нерабочую, пожалуйста, это не очень дорого, на авито полно, но вот, к сожалению, уже нет пишущих машинок, и Гришковец в спектакле «Прощение с бумагой» об этом тоже говорил. «Да, уходит эпоха, что имеем, не храним, потерявши плачем, но самое главное, мои дорогие, храните Господа в сердце своем и благодать Божию, чтобы не упустить и не оказаться в вечном плаче и скрежете зубов там». Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, идите в мире, все, пока-пока.